Всем привет! В эфире программа «Если бы я был депутат». Очередная программа. Говорим о Киеве, о районах Киева, о проблеме, связанной с выборов. Меньше политики, больше проблем и, соответственно, пути решения существующих проблем, поскольку каждый раз, когда к нам приходят либо действующие депутаты, либо те люди, которые планируют быть депутатами, мы просто общественники, мы поднимаем много разных проблем и мало путей решения соответствующих проблем. Вот сегодня будем говорить с коллегами, которые пришли. Хочу от себя сказать, что это три разных политических бренда. Дмитрий, приветствую. Команда Пальчевского. Тихон, приветствую. И Наталья, единость и слуги народа. По сути, у нас такая палитра наиболее активная пришла к нам. И сейчас мы обсудим непростые темы, которые связаны с выборами. Не хотел бы политизировать некоторые проблемы, но я думаю, что будет интересно. Хочу поблагодарить наших партнеров Бутик Виаморы за предоставленную одежду ведущему и также концерн Enjoy, бренд Enjoy за предоставленную воду для наших гостей. Коллеги, вас приветствую всех. Спасибо еще раз, что пришли. Я знаю, что через 30 минут вы уже будете все в избирательном процессе. У вас у всех встречи, вас всех сложно собрать. Это непросто. Наталья, первый вопрос к вам, потому что вы действующий депутат. Мы с вами давно знакомы, мы много раз поднимали темы и переселенцев, и все, что связано. Вот остается фактически плюс-минус месяц до выборов. И как действующий депутат, какой итог в вашей работе? Мне стыдно ли идти к избирателям? Потому что я много критикую депутатов. И готовы ли вы к новой канденции в КМ-2 как политик, как женщина, как гражданин Украины? Конечно, готова. Почну с того, что так, готова. Так, иду. С результатов могу пишаться на самом деле тем, что жоден будинок на моем окрузе, житловий будинок, жоден будинок не залишился без уваги. То есть в каждом доме было что-то сделано. В большинстве 2-3-4 виды работы. Это и замена векона в подъездах, это и ремонт дыхов, это и ремонт в подъездах, ліфты, коммуникации, очень много всего. Можу по каждому доме окременно рассказать, где кто, который активный. Потому что я уже в каждом доме знаю активных жителей, которые просто очень переживаются своими проблемами. Они пишут на меня звернение, они собирают подписи за то, что это необходимо. Самый этот витрубит, что сейчас больше потребует уваги. И я с этим работаю. И за 5 лет я пишусь тем, что действительно с каждым домом удалось бы работать. Из таких викликов этих выборов, это первое и основное, что у нас раньше были маленькие округи для депутатов. Я могу свой округ за 15, если быстро, а если не душе, обойти пешки за 20 минут, я могу спокойно обойти пешки по периметру свой округ. Сразу все проблемы увидите, да? Конечно, я могу их увидеть, я могу приветствовать с людьми, я могу просто на контроле, на пульсе все это держать. А теперь мы получаем один великий в моем випадке подъем, великий округ, великий район, за который я могу быть ответственной. Ну и, конечно, депутат, он всегда неправый, он всегда в любых проблемах, всегда виноватый сам депутат. Это, конечно, я уже до этого привыкла. Это нормально. Людям просто нужно иметь какую-то людину, на которую класть всю ответственность. И человек должен с ней как-то справляться. А теперь, когда ты будешь иметь весь подъем, полностью район, это будет действительно сложно. Что я, как депутат, еще дьючий, и как кандидат уже в будущем, потому что я еще не зареєстрованный кандидат, потому что я сегодня-завтра буду на нем. Что я сделала? Я за последние три месяца обошла весь подъем, уже пешки, делала встречи с людьми прямо перед подъездами, там на детских мейтанчиках біля будинка, иногда в скверах, и я говорила с людьми, какие у вас самые проблемы, с чем вы стикаетесь. Даля, а вот интересовались брендом политическим, или больше все-таки человеческий фактор важный? Я не хочу, как дьючий депутат. Людям взагалі не важно, не цікаво, какие бренды, кто эти люди, кто эти красивые картинки на бордах. Это не цікаво. Это не цікаво. Это было человек, который отвечает за проблемы, отвечает на вопросы, скажет, что делать. И я, как дьючий депутат, мы общались, я взагалі еще не называла свою партийность, принадлежность. Это не нужно. Это будет агитация, это будет после того, как меня зарееструют. Пока что я просто забрала эту проблематику. У меня действительно проблема по всему подобному. И если у меня виноградер, таки, ну, относительно старого подолу, больше нового домика, там 10-12 поверхов, и там лифти, в первую очередь, трошки дыхий, ну, такие проблемы, меньше глобальны. То на старом подоле, я вам скажу, там жах. А особенно 76-й, минулий округ, который был закреплен за гордоном, который за год в каденции сказал, что сори, я дальше не буду, мне это не нужно, я не хочу показывать свою декларацию, я там пойду заниматься бизнесом. Вот там домики, они просто залишиваются без уваги. И там будинки, там 800 и каких-то сроков, и они аварийные, они валятся, там вот так вот стена фасадная, вона отходить уже от квартиры. Там вот такие трещины, там стоят эти маячки поставили, там 2-3 года назад, там же такими же маячками эти трещины, и никто ничего с этим не делает. Мы сейчас еще вернемся, Кихан, вот у Наталии есть преимущество одно, ее знают, ее знают, потому что она работает в КМД, она депутат, у нее связи уже, и сейчас мы видим ее на бордах, но при этом нет токсичности восприятия. Почему? Потому что человека уже знают по тем делам, которые она делала в следующем округе. Сейчас привязки к округу не будет, это одна проблема, которая очень такая щепетильная, я, собственно, и поддерживаю, честно говоря, восстановление райсоветов, потому что если бы были районы, наверное, больше, мне кажется, было бы ответственности, хотя у нас в программе споры были по этому вопросу. Кихан, вы идете от Деснянского района, я там проживал, на улице Злобуновской, на Позняках, я знаю проблематику, проблемы, которые свойственны Левому берегу, вообще в целом, и конкретно, если мы говорим о Дарнинском районе, вы не действующий депутат, но идете от пропрезидентского бренда, «Слух народа». Тут еще больше ответственности, потому что другие бренды, они оппозиционные, честно говоря, а вы защищаете власть, по сути, вы представляете власть. Не трудно ли вам идти вот с этой всей политической системой и избежать деполитизацию ваших дел, понимаете? Как вот Тихон может прийти к людям и сказать, ребята, давайте не будем политизировать, вот есть проблемы такого взрыва. И какие вообще проблемы уже сейчас есть, исходя из того, что вы видите? Я на Дарнинском районе живу, проживаю, я заканчивал там гимназию, диалог, у меня жена с Дарнинского района. То есть у вас уже знают? Да, скажем, узнаваемость у меня на этом районе есть. Вот, там же у меня родился ребенок, родители мои проживают тоже в Дарнинском районе, тест тещи, бабушки, то есть с этим у нас проблем нет по поводу узнаваемости. Такой Тихон Дарнинский, условно говоря. Я жучу, но все равно то, что вы местные, вы вас там знают, это большой плюс, потому что передвижение часто бывает. Что касаемо нашего Дарнинского района, это самый большой район города Киева, и не только Киева, а всей Украины. Соответственно, проблематика данного района, она и самая большая. По сути, рефлексия всей проблемы. Вот. У нас очень большая проблема с хаотичными застройками нашего района. Отсутствие детских садиков, отсутствие школ, отсутствие больниц. То есть, если ты хочешь ребенка отправить в садик, тебе там нужно чуть ли не за три года записываться в очередь, и не факт, что ты туда попадешь в таком формате. Хотя кажется, что Дарнинский район очень быстро застраивается. Очень быстро. Кажется. Динамично, быстро, я бы даже так сказал. Это один из самых развивающихся районов города Киева. Вот. Есть очень большая наболевшая проблема, это Бортнинская станция Аграция, которую все депутаты трогают перед началом своей каденции. Пропиарится. Пропиарится, да. Но, как их только избирают, они потом про эту проблему почему-то забывают. Есть у нас проблематика с экологией, это завод энергии. Экологию на проспекте Бажана все знают запах. Мусороперерабатывающих, да. Потом у нас Южный мост перед Дарнинским районом это транзитный мост, через машины идут, грузовые форы. Очень большая проблематика с загазованностью нашего района. и почему я еще поддерживаю Киевскую окружную дорогу, план, который хотят сделать, потому что это даст разрузить нашу я присутствовал на презентации. Это команда президента это делал, это очень хорошо. Вот вы с Натальей по сути охарактеризовали согласно данным социологии все проблемы ЖКХ, экология, транспорт. ЖКХ это 90% проблематики, которая вообще присутствует в городе. И очень большая проблематика нашего города это то, что 30% финансирования, которое якобы город должен недополучать с тех денег, которые на него выделяют. О, это кстати тема бюджета, то, что это Дмитрий чем... у всех районов плюс-минус проблематика. Да, Дмитрий, вы интересовались тематикой бюджета. Честно скажу, здесь было столько депутатов и политиков, которые обсуждали постоянно и бюджетную комиссию, и странника воспоминали, и с хорошей и плохой стороны. Бюджет 58 миллиардов долларов, бюджет Праги меньше, чем бюджет Киева, чтобы вы понимали. Но результаты разные совершенно. Мы видим Прагу, видим Киев. Как бюджет оптимизировать, чтобы деньги не шли влево-право, а шли на благо города? Я считаю, что нужно перераспределить ответственность и дать возможность районам отвечать за эти бюджетные средства. И вообще перераспределить финансирование, потому что бюджет поступает со всего Киева, из окраин от всех жителей Киева. Почему-то тратят его только в центр Киева. в основном. Это как проблема всей Украины. Регионы жалуются сейчас, что в Киев все забирают, а в область ничего не придает. Но, честно говоря, вы правы. Плюс-минус такая же проблема. Потому что, объективно говоря, понятно, что пешеходный мост очень красивый, очень приятно там гулять. Например, на эти деньги можно построить 22 садика детских, которых катастрофически не хватает, я так понял, не только в Святошинском районе, так и во всех районах Киева. Кстати, по-моему, в Деснянском нет роддома, насколько я помню. То есть, это проблема энергетическая. То есть, везде сбалансировано. больше к этому району, к Святошинскому, или в целом? Святошинскому району, Ну, я говорю, за Святошинский район. Еще какие проблемы? Опять же, фасады домов не только ужасно выглядят, они никогда не подвергались реконструкции, обновлению. Это еще и небезопасно для людей и детей. То есть, отваливается плитка фасадная, может упасть кому-то на голову элементарно. Подъезды в ужаснейшем состоянии, никогда в жизни никто их не обновлял. Преддомовая территория в таком же состоянии. Детских площадок для детей вот за где-то за последние 2-3 месяца начали шевелиться, строить какие-то детские площадочки. Но это такой чисто предвыборный пиар. До этого 5 лет где вы были, почему нет ничего, не видно работы. Что еще? Вы знаете, действующим депутатам наверное не просто сейчас будет. Мне кажется, существенно 70% наверное депутатов действующих они проиграют мне так кажется ваше мнение. Вы же как бы не депутат, проще критиковать. По-прежнему. И бренд представляете такой оппозиционный. То есть это президент, это программа Абадыка Буденистова не дорабатывает. Тут Святошинский район это депутат Тищенко Николай условно говоря. Можно покритиковать его там например. Но если бы вы были депутатом, какую бы вы комиссию выбрали? Я сейчас хочу рассказать одну ситуацию. Как раз вчера мы снимали материал. Просто очень интересные вещи происходят. был такой раньше детский центр творчества Джерло. Я знаю. Он принадлежал Державному предприемству Антонов. Находится по адресу Святошинская 4. Изначально не буду называть фамилии действующего депутата отправил это детский центр на реконструкцию. В процессе реконструкции целевое назначение поменялось. земля перешла из коммунальной властности в частную собственность. Потом был проект АТБ предлагал построить на первом этаже продуктовый магазин. На втором современный отреставрированный детский центр. По итогу на сегодняшний день вот уже асфальт докатывают. Стоит огромный супермаркет АТБ. Никаким джерелом для детей там вообще не пахнет. Притом есть утвержденный план, который им утвердила районная администрация и он совершенно не совпадает с тем, что построено реально. Отобрали у людей пешеходную зону, строят там парковку. То есть люди вот так вот обходят этот АТБ. у них у них нет даже то есть вы пошли бы работать в земельную комиссию. Все обычно говорят бюджет. Мы хотим бюджетом. Никто не говорит за транспорт, за международное сотрудничество, за стройки катастрофические у нас в Киеве происходят. Неграмотные неправильные я как раз Наталья хочу объектов у меня я не буду просто углубляться таких объектов на Светошеском районе вот так просто. Наталья вот вы же многих депутатов лично знаете мы не будем сейчас фамилии называть но многих вы знаете скажем так поскольку вы работаете в рабочем порядке со многими сталкивались наверное как вы думаете какой главный минус все-таки уходящей этой команды депутата потому что я чувствую что много уйдет многие просто даже не хотят идти на повторные сроки это факт я же вижу что никто не пытается переизбраться в чем была главная проблема без критики я понимаю самой себя ну вот условно в чем была главная недоработка всей КМД если так можно сказать мэром может быть КМД ну да КМД дивиться основная проблема вона не новая и все знают насправдя это отсутность стратегии у нас все решения завжди принимаются от тут что-то трапилось мы тут принимаем решение мы не думаем даже на рік а не каких-то решений типа занятися тим-то виділити такий-то бюджет на ЖКХ и заниматься ЖКХ а далее КМД мае сезти с профессионалами не с людьми которые по 50 лет сидят и вообще забыли чего они на работу ходят таких тоже много а с людьми действительно профессиональными если это не может сделать сам КМД то дайте это на субпотряд кому-то нехай это сделает нормальная организация виробить генеральный план МИСТа Киева стратегию развития МИСТа Киева стратегию реконструкции этих житловых домов которые за 2-3 годы начнут падать и то что у нас там случился вибух на Левом Березе это будет просто квиточки сравненно с тем что на нас еще чекает что у нас происходит с мережами вообще эта инфраструктура наша вся дороги это одно они как-то ремонтуются потом они просидают их там сверху шаром еще одним закрывают но то что под ними мы же не бачим а там коммуникации которые уже на 50 роков больше отслужили чем они мали отслужить гарантийный термин уже вплив 50 роков тому мы маем постельное разрытие поэтому мы маем латания разрили труба зробили хомут маленький зарили сверху закатали асфальтом прошло 3 дни знову разрили потому поруч прорвало и тут мы не меняем всю требу мы делаем таки латки потому что у нас не переключено почту на замену так дейсно бюджету Киева не вистачит чтобы не можно в одном и тому самому випадку 2-3-5-10 разов и от у нас что отсутно у нас отсутня стратегия мы не делаем план загальный как мы ремонтуем дом мы сделали программу 70 на 30 окей дом подаются там хотят утеплить одну стену там мое право дом забрать 30% коштей инши 70% даст місто и торцевую стену могут утеплить фасадную не могут только это правильно но нет общего подхода люди не знают что есть такие программы если депутат не работает не ходит не рассказывает люди не знают как этим заниматься и они стоят по 2 не работают то есть мисто действительно не допрацьовывает на этапе выполнения этих решений и на этапе стратегического планирования что им делать Даталья два вопроса такие в завершении у нас завершающая часть программы я всем предоставлю возможность высказаться но все-таки как опытный политик чего ждете от выборов точнее от новой конъюнктуры от новой системы в КМР и в КМД насколько монолитная будет КМР насколько будет новая команда реальная или вы видите это разбор опять и шатание опять условно говоря мэр один большинства нет или там большинство другого мэр вообще с другой политической силы чего ждать нам будет действительно очень много фракций уже это очевидно просто из всех социологических опитываний все виплывает это будет 5-7 когось 10 может у мэра будет 20 или 25 с одного боку это большой минус потому что это действительно будет то что русская называется разбор шатание кто влез то по трава а с другого не будет этой большинства и это плюс потому что эту большинство нужно будет собирать и не можно сказать что я там домовлюсь с каким-то забудовником и хочу сделать таке ДПТ как я бачу и у меня есть большинство чтобы это протягать ему доведется с усима цими группами находиться спольную мову и враховывать дейсно интересы я очень сподіваюсь что Киан в первую очередь я очень на это сподіваюсь я с выборов в выборы в это верю что все таки мы даже сейчас бачим кандидатов которые тут присутны это молодые люди без без минулого без минулого молодого команды я сподіваюсь что так назад никто не взглядая там молодая команда там какие-то пробежники Януковича и так далее, что это все уже залишается десь позаду и идут до політики под різными брендами, но действительно люди, которые хотят что-то изменить в своем месте. И они знают, что они хотят. И они знают, что я тут живу, вот как Тихан. Я знаю, что я тут живу, я знаю, что мне в садочек отдавать свою дитину, я хочу, чтобы тут был садочек. У меня так же самое. У меня подрастает сын, и я хочу, чтобы в него были дитячие мейтанчики по всему Киеву. Нормальные дитячие мейтанчики. Вот такие, как я на своем округе делаю. я всех просто запрошу подивитися на мои мейтанчики. Это будет на части моей работы. Тихана, вот вы начинающий политик, как Наталья сказала, но я знаю, у вас уже есть команда, есть пресс-секретарь. Насколько вы готовы, насколько у вас сформирована уже команда людей, которые готовы с вами работать? Потому что прийти с фамилией и именем этого мало. Ты должен еще показать, что у тебя есть там юрист, у тебя есть человек, который будет сообщаться с людьми, приемная там, условно говоря, я не знаю. Все равно мажетарщиков не будет, но приемные должны быть, я считаю. Приемные обязательно должны быть. Связь какая-то должна быть. Может быть, их пусть 10 даже будет, условно говоря, если есть финансовые возможности. Насколько вы готовы уже взять ответственность за соответствующий район, условно говоря? Что касаемо людей и поддержки, которые в данный момент у меня есть и команда, которая со мной сейчас идет, мы укомплектованы не на 100, а на 200%. После того, как я дал клич, много людей, друзей, наших дарнычан отозвались и готовы идти со мной. То есть, по сути, волонтеров очень много, нам люди искренне хотят. Искренне готовы помочь мне, знаю меня лично в таком формате. А что касаемо приемных, громадских приемальных депутатских, то они обовязково повинны быть, потому что депутат, который идет от района, он должен максимально знать проблематику своего района, в которой я в данный момент разбираюсь и понимаю. Если брать последний вопрос, такой вам сегодня, чего вы ждете от этих выборов? Насколько они будут сложны с точки зрения борьбы политического? Грязи я уже насмотрелся. И грязи насмотрелся, честно говоря, больше знаете где? Внутри провластных парк. Там больше всего было грязи за лидерство кандидатов. Это не вам упрек, но просто остальные как-то не так между собой. А внутри там просто... Вот чего лично вы, как гражданин, как кандидат? Вы понимаете, чем сильнее человек, его позиция и сильный кандидат, тем больше грязи он на себя будет получать извне. То есть это простая аксиома, не я ее первый придумал. Мы ко всему готовы. И выборы все покажут. Хороший ответ, Дмитрий. Выборы все покажут. Заключительность части, это получается, что вы, Наталья открывала нашу программу, вы будете заключительное слово говорить. Если брать вашу политическую карьеру, мы с вами знакомы уже не первый год. Я помню, когда вы баллотировались по соответствующему округу родные депутаты. Вот сейчас попытка в Киеве, ответственность высокая. Насколько вы готовы к непростой политической борьбе в Киеве? Потому что в Киеве всегда есть эти течения, о которых Наталья говорит. Когда уже киевлян люди будут представлять, кандидаты, а не соответствующие финансо-промышленные группы. Я там могу все их назвать. Их не так-то много. И они, кстати, уже лет 20 в Киеве. 3-4 финансо-промышленные группы. Как вот эту олигархизацию сделать в КМДА? Насколько можно дождаться существенных изменений и реформ? У нас есть четкая стратегия развития Киева. Я полностью солидарен с Натальей, что ее нужно принимать на 10, а лучше на 15 лет вперед. Потому что через 5 лет будут выборы, опять что-то поменяется, какие-то проекты останутся, замерзнут и так далее. Но это неправильно. Нужна четкая стратегия, которая и должны быть ответственные люди по каждому проекту, объекту. Так называемые инспекторы, чиновники, которые должны нести криминальную ответственность за несоблюдение, невыполнение своих обязанностей. Таких, как контролеров. Мы вообще, это у нас есть в программе, мы предлагаем вести контролеров по каждому объекту, по каждой стройке, чтобы был человек, который отвечает криминальной ответственностью за то, что он пропустил, проморгал. А чего вы ждете от этих выборов? Наталья дала такой расклад, краткий, что большинство не будет. Большинство может быть не сформировано. Насколько выборы эти могут быть грязными, последствия, ведь второй тур, скорее всего, будет, ну, честно говоря, да, понятно, что... Я сейчас не намекаю на Пальчевского, который может выйти... Если люди вовремя одумаются, да, и... Чего же ожидать нам с точки зрения радикала? Или все радикализирует, и все будет спокойно, все пройдет, договорятся, сядут, пожмут, и будем дальше работать? Я думаю, что все будет спокойно, но то, что зайдет много фракций, это плюс. Да, вот я об этом... Я тоже думаю, что зайдет больше фракций и больше партий. Демократично все будет. Да, потом зайдет больше фракций и будет как-то будет договариваться. И готовится к досрочным парламентским выборам. Я думаю, что это... Может быть, даже президентским, я же не хочу, да. В общем, я вижу, что раскатов много, прогнозирование очень сложное дело, и Наталья, Тихон и Дмитрий высказали свои точки зрения. Я от себя скажу, что мне приятно, что у нас молодые политики. Я не против людей старшего покорения политиков, но иногда они, мягко выражаясь, подустали, и им бы давным-давно было бы уже уйти в какие-то другие сферы, академические, может, преподавания, но они все равно стараются рассказывать, как нужно делать Украину демократичной, при этом они сами не являются демократами. Это была программа, если бы я был депутат, мы будем еще много раз обсуждать тему выборов в Киеве, и после выборов, и накануне выборов, много всего интересного. Киев это рефлексия всей страны, рефлексия проблем всей страны, и улучшив проблемы в Киеве, мы улучшаем, собственно, всю Украину, даем примеры другим городам. Поэтому до новых встреч и до новых дискуссий.